Всем добрый день! Еще раз повторюсь, ярославцы в этом сезоне плохо играют на выезде. Опасный момент Кабутов, прострел и в руку мяч попадает. На это акцентированно показывает Дмитрий и судья фиксирует это нарушение, назначая 11-метровый удар уже на 13-й минуте матча. И Лисакович разбегается, удар поворотом и здорово разводит голкипер и мяч по разным углам. Открывает счет матча Рубин на 14-й минуте после пенальти, который заработал Кабутов своим прострелом, отличился Виталий Лисакович. Вот это браво! Очень смелое было решение, но раз не ошибся, значит молодец! Двоечка здорово, Горбунов бить будет! Нет, прострел на пустые ворота и гол! Который не будет засчитан положением вне игры. Но видел я, что нужно ударить и на самом деле думал, что он ударит, но он нашел более тонкое решение. Но, видимо, где-то на полметра Лисакович вбежал в положение вне игры. Навес. Теперь район 11-метровый. Там выпрыгивают все футболисты Рубина. Лисакович борется за мяч и бьет с разворота. Еще один момент. Не могу сказать, что 100%, но максимально опасный в исполнении Виталия Лисаковича. Как он здорово поставил спину защитнику, развернулся, пробил из-под него. Вот по этим 33 минутам, а? Да, заставил меня задуматься. Действительно, очень играюще играет команда. Бьет Горбунов с острого угла. Исполнил то, что я его просил делать 10 минут назад. Понял, почему он не сделал это тогда. Лучше так, наверное, и не делать. Согласен с тобой, Саш. Очень ярко играет команда. И вот сейчас Рубин действительно напоминает то, что, наверное, от команды ждали на протяжении всего сезона. Очень здорово. Горбунов простреливает. Это был еще один важный момент. Да, Горбунов получал эту передачу. Уридия простреливал. Ну, а дальний удар пришелся мимо. Мартынович, капитан команды, его наносил. Да, Рубин хороший. Вот сейчас такой был аплодисмент и благодарности команде за первый тайм. Очень здорово смотрится. Все за метр девяносто. Но это действительно очень сложно. Поэтому Горбунов в поле покинул. Вместо него вышел Низамудинов. Отличные пассы забивать здесь обязан был Рубин. Сейчас Уридия был на острие атаки. И какую передачу ему отдал между двух защитников. Но после атаки Рубина продолжим. Еще один прострел. Может добить кто-то из футболистов Рубина. Но здорово здесь все-таки сумел скоординироваться и выбить мяч Михаил Филиппов. А затем защитники Шинника. Мяч доходит. Несмотря на рикошет. Бить можно Кабутов. В дальний угол. Какой хороший гол от Димы. 2-0. Рубин. И вот Кабутов, который сегодня какой-то сумасшедший футбол и настрой показывает. Я думаю, сегодня без забитого мяча с поля уходить не должен был. И вдвойне приятно, что он забил сегодня такой красивый гол. Самошников с мячом. Зотов. Хорошая двоечка у них получилась. Навес на дальнюю штангу. Здесь один совершенно незакрытый. Загоев. И это его первый мяч после травмы этой весной. Вот так вот Алам появился на поле. Буквально сколько ему? Минут 7-8 хватило для того, чтобы пощупать мячик, потрогать эту игру и отличиться. 3-0. Здесь Костюков может отдать передачу на Фомие. Фомие ускоряется. Абсайды нет на своей половине поля. Фомие один на один против защитников. И передача хорошая на Костюкова. Это пенальти. Толкает его в спину. И это пенальти. Пенальти. Красная карточка еще за явное лишение голевой возможности. По трибуной помещения. Ну и Джаэль Фомие. Николай Покидышев, кстати, успел. И не стал его обыгрывать Фомие один в один. Но вот принял другое решение. Пенальти. Разбегается Фомие и бьет прямо в руки. Да. Разгрома сумасшедшего не получается. Фомие не забивает. Но я думаю, что не особо себя осталось. Все. Звучит финальный свисток. Всех болельщиков Рубина с победой. Со счетом 3-0 казанцы одерживают очень уверенную победу. В первой игре Рашида Рахимова на посту главного тренера команды.